В Торгайе, где 153 года назад прозвенел первый звонок, в школе, открытой Ибрай Малтенсариным, ожидают ввода в эксплуатацию профессионального технического колледжа. Построить учебное заведение на своей родной земле решила предприниматель Жанаим Сапабекова. Сейчас бизнес-вумен проживает в Алматы и решила сделать подарок для своих земляков. Открытие учебного заведения позволит решить сразу несколько проблем в южных районах Кустанайской области. За последние годы посевная площадь в хозяйстве Кайрата-Раисова увеличилась в 16 раз. Даже в условиях засухи здесь научились получать стабильные урожаи. Развивает предпринимателей племенное животноводство. Без специалистов не обойтись, а их в селе катастрофически не хватает. Водителей, сварщиков, механизаторов не хватает. Можно сказать, что их практически нет. Самому молодому механизатору 43 года. Молодежь вынуждена уезжать на учебу в город. Потом мало кто возвращается. Если в Тургай откроется свой колледж, то я готов обеспечить выпускников работой. Мы планируем значительно расширяться. Последнее СПТУ в Жангидлинском районе закрылось 23 года назад. Исправить ситуацию решила предпринимательница Жанаим Сапобекова. Бывшая жительница Тургая, а ныне южной столицы, на строительство колледжа в своей малой родине направила 60 миллионов тенге. На эти деньги капитально отремонтировано брошенное здание и закуплена вся необходимая материально-техническая база. Технические специальности – это основное направление колледжа. Помимо сварщиков, электриков, механизаторов, планируем готовить агрономов и ветеринаров. Эти все специалисты очень нужны в районе. Ежегодно курсы профессионального обучения и переподготовки проходят около сотни жителей Жангидлинского района. Для этого сельчанам приходилось съездить в ближайший город Аркалык или областной центр за 600 километров. По государственной программе, продуктивной занятости и массового предпринимательства, которое рассчитано до 2021 года, в нашем районе план обучения растет. С открытием колледжа людям, участвующим в программе, не нужно будет выезжать за пределы района. Плюс ко всему здесь будет получать профессию и молодежь. Преподавательский состав для учебного заведения сформирован. Сейчас образовательное учреждение проходит сертификацию. После получения всех разрешительных документов колледж примет первых студентов.